Сколько, по-вашему, должно быть независимых государств на Кавказе? Я не понимаю тех людей, которые как-то жестко реагируют, когда говорят, что в Дагестане ни в коем случае нельзя давать народам отдельные государства. Я не вижу в этом никаких проблем. Кто хочет, например, лесгины заявляют, у них есть настроение на собственную государственность именно в рамках лесгистана. Я не вижу в этом проблем. Это разобьет Дагестан. Ну и что? Что здесь такого? Главное, чтобы все в рамках единого Кавказа, единого союза жили. Я не вижу в этом никаких побочных эффектов. А что если в течение, например, Тейп Мелхе объявили независимость от Ичкерии? Видите, здесь есть вопрос, когда народ хочет своей государственности и независимости. А ты говоришь о том, что в народе какая-то отдельная группа, общество, часть твоего народа захочет. Конечно, это не имеет под собой вообще какого-то права юридического основания, обоснования ни с религиозной точки зрения, ни по нормам международного права там нет. А я говорю про народы Дагестана. Они в своей основе, это разные народы. Если, скажем, аварцы захотят свою государственность, отдельно свою республику или там лесгины, то должны ли мы, чеченцы, быть против этого? Конечно, нет. Это, конечно, внутренний такой дагестанский вопрос. И полемика, какие-то споры на эту тему, они могут быть. Мы в них как бы просто не влазим. Но для меня лично ничего не изменится от того, что появится дополнительно Лизгистан и будет, скажем, Дагестан, а Лизгистан не будет в него входить. Абсолютно. Что это поменяет? Для меня или даже в целом для Дагестана? Я понимаю, что есть там другие вопросы, где уже невозможно, допустим, какой-то народ не может отделиться, потому что он возьмет там часть, ему нужно будет взять часть территории, принадлежащей другому народу, там спорные какие-то вопросы. И для них может быть гораздо полезнее, как единую республику независимую основать. Я не против. Я считаю, что да, где-то это будет полезно. Это такой внутри дагестанский, в общем, спор, разговор, повестка. Как они это решат, так и должны это принять на всем Кавказе. Но у нас просто, видите, немножко другая ситуация. У нас нет подобных проблем, у нас нет разных народов. Мы в целом являемся одним народом, поэтому у нас, в принципе, такой вопрос не стоит. Томсо, наша цель, чтобы в России было то же самое, что и в Чечне, чтобы каждый их город лежал в руинах, а это можно достигнуть только вовлекая войну большие страны. Нужно войну Украине вовлекать других. Под нашей целью, я не знаю, может быть, у вас есть какая-то отдельная группа или группировка, и у вас есть такая цель. У нашего народа, у нашего государства, нашего правительства никогда не было такой цели. Нашей целью всегда была независимость нашего государства, суверенитет. И если для достижения нашего суверенитета нам нужно воевать, то мы были готовы к войне. Но сами мы не являлись никогда агрессорами. И вот этой вот цели даже нигде, никогда озвученной от наших официальных лиц у нас никогда не было и быть не должно. У нас, нам не интересно, чтобы Россия лежала в руинах абсолютно. Если это приведет к тому, чтобы мы получили, обрели наконец свою независимость, то в принципе я не против того, чтобы развалилась эта страна. Но ставить это для себя целью приоритетной, это как минимум не, даже если все остальное оставить, это как минимум не прагматично. Так что нет, наша цель это государственность. И самое лучшее для нас и для наших врагов, чтобы мы пришли к этому в результате договора, не в результате кровопролития войны. Мы уже немало провели крови, я думаю, этого вполне достаточно. Однако, если по-другому к этому прийти невозможно, то вот как высказал Ходорковский, говорит, если потеря Кавказа или война, значит война. Мы тоже смотрим на это точно так же. Если вопрос рабства у России или война, значит война. Тоже на это так смотрим. В этом плане мы находимся по разные стороны баррикад. Но целью, опять-таки, мы это не имеем. И вот как раз не нужно создавать ни у российского народа, ни у российской оппозиции, ни у кого не нужно создавать иллюзию, что чеченцы поставили себе цель, целью вернуть российские города в руины. Абсолютно нет. Пусть живут и процветают. Желаем им всего хорошего, но только в рамках двух отдельных государств. Субтитры создавал DimaTorzok